Ютуб-канал «Познавательная аудиокниги с иллюстрациями» представляет Сокрушение Хазарского Каганата Святославом Макаров Анатолий Михайлович Народная библиотека журнала «Держава» Издание Международного фонда славянской письменности и культуры, 1995 год Анатолий Михайлович Макаров, старший преподаватель Военно-воздушной академии имени Жуковского Автор крупных работ по истории Куликовской битвы и периода становления русской государственности Во время монгольского нашествия с 1957 года Занимается собиранием материалов и книг по истории славянских народов, изучением народного творчества и преданий славян Знает 16 славянских и немецкие языки Международный фонд славянской письменности и культуры Литература 1. Повесть временных лет 1950 год 2. Артамонов История Хазар 1962 год 3. Греков Киевская Русь 1949 год 4. Мавродин Древняя Русь 1946 год 5. Магомедов Образование Хазарского каганата 1983 год 6. Новосельцев Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа 1990 год 7. Плетнева Хазары 1986 год 8. Сахарафан Дипломатия Святослава 1982 год В шуме битв и сверкания мечей проходило образование древнерусского государства Киевской Руси Оно велось в тяжелой и длительной борьбе с враждебными силами Запада и Востока, с внутренними силами, препятствующими объединению племен в единую державу Под 859 годом повесть временных лет сообщает Имаху дань ворези из-за моря на чуди, и на словесих, на мэрии, и на всех, и на кривячох А Казари Имаху на полянях, и на северях, и на вятичих Имаху побили и вевериться от дыма Значительная часть восточноевропейских племен, в том числе и восточных славян в середине девятьев Оказалась в подчинении либо у варягов, либо у хазар Чужеземные поработители не ограничивались сбором дань из покоренных племен В их власти оказались важнейшие торговые пути Восточной Европы Великий Волжский путь, шедший от Ладоги на Каспии и далее в Хорезн и Среднюю Азию, Персию и Закавказье Путь из варяг в Греки, начинавшийся там же, в Ладоге и по Волхову и Днепру, ведший в Черное море, Балканскую Болгарию и Византию Этим же путем, войдя из Черного моря в Дунай, можно было попасть в Великую Моравию Сухопутный путь, начинавшийся в Праге и через Киев, ведший на Волгу и далее в Азию Поступательное развитие общественной жизни славян и других восточноевропейских племен, их хозяйства, промыслов и торговых требовало освобождения от чужеземной власти Возглавили освободительную борьбу племен Восточной Европы славяне Киева и Новгорода Эти же города стали узлами сосредоточения государственной жизни рождавшейся Руси От них во все земли Великорусской равнины стали прорастать живительные нити скрепа единой русской державы В 862 году Русь, Словения, чуть кривичи и весь сотворив совет, изгнали варягов за море и не даши им дани, и почеша сами в собе володети С тех пор о подчинении северо-восточных племен варягам летописи больше не сообщают Варяги упоминаются в них лишь в качестве наемных воинов русских князей Для поддержания, обеспечения безопасности торговых путей и для защиты от внешних врагов те же племена Русь, Словения, чуть кривичи и весь пригласили князей Один из них, князь Олег из Ладоги, осуществив объединение северо-восточных племен, предпринимает поход по пути из варяг в Греки, объединяет Новгород с Киевом 882 грамма Положив начало Киевской Руси, и продолжив освобождение юго-восточных славянских племен от Хазарского Ига Хазарский Каганат был первым государством, с которым пришлось столкнуться Древней Руси От исхода борьбы этих двух государств зависела судьба не только восточноевропейских племен, но и многих племен и народов Европы и Азии В 70-х годах Четырев Гунны, сломив сопротивление Алан, и раноязычных кочевников, занимавших своими кочевьями прикаспийские степи Додона, ворвались в Северное Причерноморье и разгромили Готский Союз Германа Риха, состоявший из разрозненных племен, обитавших в степях или со степи от Дона до Дуная Часть Готов бежала на запад и получила название Вест Готов Другая часть подчинилась Гуннам и получила название Аст Готов В середине 5 Гунны обосновались в Паннонии Средний Дунай, оставив в подчинении Северное Причерноморье Со смертью Атилы 454 грамма Образованная им держава Гуннов распалась На ее месте сначала возник аварский каганат, подчинивший себе значительную часть славянских племен В повести временных лет эти авары известны под именем Абров Эти обры, говорится в летописи, воевали и против славян и примучили дулебов также славян, и творили насилие женам дулебским Если поедет куда Абрин, то не позволял запричь коня или вала, но приказывал впрячь в телегу 3, 4 или 5 жен и вести его, Абрина С. 210 Вероятно тогда же, в VI-VII веках Абварами подчинены и другие восточнославянские племена Ученые считают, что как гунны, так и авары были смешанным народом, образованным из тюрок и угров, но говорившим на тюркском языке В составе гуннских орд в Европе появились булгары и хазары, также говорившие на тюркских языках Во второй половине шеств Степи Восточной Европы вошли в состав тюркского каганата, владения которого распространялись от Причерноморья до Желтого моря В 588 году тюркский каганат распался на западные и восточные каганаты С. 74 В состав западного тюркского каганата входило и булгарское племенное объединение, делившееся, в свою очередь, на две части Первая часть булгар обитала к западу от Дуна и Азовского моря, вторая – к востоку от них в Западном Предкавказье Вторая часть булгар называлась Великой Булгарей В 632 году булгарам удалось освободиться от власти западно-тюркского каганата и образовать независимое государство Создателем независимой Великой Булгарии был хан из рода Дула Кубрат 584-642 К востоку от Великой Булгарии, в восточной части Северного Кавказа властвовали хазары Первое достоверное упоминание о хазарах относится к 60-80 годам VI века, когда они как подчиненные участвуют в походах тюркутов в Закавказье По-видимому, в начале 90-х годов VI века хазары становятся ведущей силой в Восточном Предкавказье, признавая однако верховную власть тюркского каганата С крушением в 50-х годах VII века западно-тюркского каганата, хазары обретают независимость С этого времени и можно говорить о начале хазарского каганата Глава хазар объявил себя главой всех тюркских и кочевых племен Евразии, то есть каганам В середине VII века таким образом в южно-русских степях и Предкавказье образовалось два государства, представлявших собой военно-племенные союзы Во главе Великой Булгарии стояли правители, ведшие свое происхождение, согласно именнику болгарских ханов, Ататилы и Ирника С 162, а во главе хазарского каганата, вероятно от родственника предпоследнего западно-тюркского каганата Тун-Шеху 618-630 годов С 89, погибшего от руки дяди Хана Кубрата по материнской линии С 162 В начавшейся борьбе между двумя государствами победу одержал хазарский каганат Булгары были разбиты Часть их во главе с ханом Аспарухом, преследуемая хазарами, бежала на Нижний Дунай в 70-х годах 7 С 91 И там основала Балканскую или Дунайскую Болгарию Часть булгар покорилась хазарам, оставшись в предкавказье, и была известна в русских летописях под именем черных болгар, то есть Зависимых Их потомками, как считают, являются болгарцы, народ Северного Кавказа Третья часть булгар ушла на север и положила основание Волжской или Камской Булгарии Потомками булгар на Волге считаются чуваши Одержав победу над булгарами, хазары значительно усилились Под их власть подпала все Северное Причерноморье, большая часть Крыма, Приазовье, Северный Кавказ, Нижнее Поволжье и Прикаспийское Заволжье Ко второй половине с 7 Относится и покорение хазарами лесостепной полосы будущей Киевской Руси Воспоминание об этом времени сохранилось в повести временных лет в рассказе о требовании хазарами Данис Полен 16. В подчинении у хазар оказалось большинство тюркских и угрских племен, кочевавших в Причерноморских и Прикаспийских степях С самого начала своего существования хазария утвердила свою власть над важнейшими торговыми путями из Восточной Европы в страны Передней Азии Однако в значительной степени эта торговля была посреднической Значительную часть доходов составляли торговые пошлины на заставах в узловых местах сухопутных, речных и морских путей К их числу относились Тмутаракань в Керченском проливе, Белая Вежа, Саркел на Переволке с Дону на Волгу, Этиль на Нижней Волге и другие Пошлины составляли десятую часть товара В отдельных случаях, как во время прохода кораблей Руси через Этиль на Каспий и обратно в 913-914 году, бралась и гораздо большая часть товаров или добыча Через хазарию шли воск, мед, меха, рабы Последние поставлялись утрами и печенегами, совершавшими набеги на Славин и Русь Кроме торговых пошлин хазары получали доходы с покоренных народов и племен в виде даней, которые платились или в виде разного рода товаров или деньгами Вятичи, например, платили хазарам дань по щелагу Серебряному дерхему, сахи Буртаса Мардва, платили дань мехами В то же время, помимо больших даней, покоренные народы и племена обязаны были по требованию хазарского правителя выставлять вспомогательное войско, те же буртасы должны были выставлять до 10 тысяч всадников С 120 Правители покоренных народов обязаны были также отдавать в жены Кагану своих дочерей Власть хазар держалась на мощной военной силе и на глубоком почитании и уважении, какой пользовался хазарский Каган у тюркских и других кочевых племен Хазарский Каган, как и все Каганы тюрок, происходил из рода Ашина В глазах хазар, язычников и других тюрок и кочевников Каган был окружен ореолом божественной силы, присущей его предкам, владыкой огромного государства У Кагана было 25 жен из дочерей подвластных хазаром правителей, других народов и 60 наложниц Он был залогом благополучия народа В случае большой опасности от врагов, хазары выводили Кагана, увидев которого враги тотчас обращались в бегство При каком-либо несчастье, засухе, голоде или поражении на войне, считали, что это произошло из-за духовной немочи Кагана Тогда народ и знать могли потребовать убить Кагана По существовавшему у тюрок обряду, при возведении нового Кагана на престол ему набрасывали на шею шелковую петлю и давили до тех пор, пока он не начинал задыхаться Тогда его спрашивали, сколько лет он желает царствовать Когда полузадушенный Каган называл то или иное число, тогда его возводили на престол Если, процарствовав названное им самим время, Каган не умирал, его убивали Каган не мог царствовать более 40 лет По истечении этого срока его убивали, так как по убеждению Хазар, его ум слабел и рассудок расстраивался Его божественная сила ослабевала, и он не мог приносить пользу своему народу Хазары воздавали почтение не только Кагану, но и его могиле Хоранили Кагана под водой, сооружая над его могилой надгробия В начале VIII века Хазария пользовалась большим влиянием среди соседних стран Византийский царь Юстиниан II, скрываясь у Хазар от преследования, в 695 году женился на сестре Кагана, получившей в крещении имя Феодора А сын императора Льва Константин в 732 дробь 733 годах женился на дочери Кагана, принявшей в крещение имя Ирины Сын последнего был известен на византийском престоле как Лев Хазар Во второй половине VIII века Каган выдает своих дочерей за мусульманского правителя Армении 752 дробь 753 и правителя Абхазии Однако уже в это время в Хазарии происходят важные перемены как в государственном устройстве, так и в общественном и религиозном положении Примерно в 730 дробь 731 году один из знатных людей Хазарии Булан обращается в иудейскую веру С 276 При этом обращение Булана связывается с захватом города Ардебиле в Азербайджане В то время Хазарский Каган умер и правила страной его мать поребит По предположению М.И. Артамонова наследник престола был еще молод и его опекуншей была поребит С 217 Согласно рассказу хазарского царя Иосифа, жившего в середине десять в Который приводится в его письме к испанскому иудею Хаздаю Ибн Шафруту Обращение Булана в иудейскую веру произошло чудесным образом После этого Булан, по внушению свыше, решил выстроить храм и чтобы добыть для этого необходимые сокровища Совершил набег в Ардебиль С 269 Возвратившись с большой добычей, он соорудил шатер, ковчег, светильник, стол, жертвенник и священные сосуды Первое обращение хазар в иудейство, как полагают исследователи, произошло в Дагестане, где находилась первоначально древняя хазария Обращение, по преданию, произошло в пещере, где хранились священные книги иудеев и где они праздновали субботу С 273 По другим известиям князь Хазар, принявший новую веру, получил по обращении имя Сабриэль С 270 По известию царя Иосифа, тогда же Булану удалось обратить в новую веру Кагана и других хазарских князей С 269 Последнее большинство ученых считает маловероятным Действительно, для обращения верховного правителя государства или народа должны произойти какие-то важные события, вынудившие его на такой шаг На этом основании многие ученые относят принятие хазарами веры к началу IX века С 280 или к последней четверти VIII века С 151, ссылаясь на первое известие о принятии иудаизма Каганом у арабских писателей Известный исследователь Хазария Данлап пришел к выводу, что около 740 года хазары приняли измененный иудаизм, а примерно в 800 году – Равинский С 150 Есть, однако, возможность объяснить это различие во времени принятия иудаизма хазарами, учитывая положение иудеев в VII – IX веках среди других народов и вер, обязывавшая их скрывать свою веру Об этом говорит и предание о пещере, где Булан был вынужден принять новую веру Через два года после удачного похода хазар в Закавказье, в 732 дробь 733 году арабский полководец Маслама, предприняв ответный поход, под Дербентом нанес сокрушительное поражение хазарскому войску Бывший при нем Каган был ранен, но в начавшийся во время вхождения арабов Суматохи успел спастись бегством С 267 В 737 году новый полководец арабов Мирван, собрав 150-тысячное войско, вторгся далеко в пределы хазарии Каган бежал отборное войско хазар в 40 тысяч во главе с хазар Тарланом было разбито При этом 10 тысяч хазар было убито, 7 тысяч попало в плен, а остальные разбежались Каган, узнав о гибели своего войска, отправил к Мирвану посла с просьбой о мире Мирван согласился при условии принятия Каганом Ислама Каган согласился, но очевидно для видимости Дождавшись возвращения Кагана в столицу, Мирван, восстановив его власть и назвав своим братом, с большой добычей скота и 40 тысяч пленных вернулся в Закавказье Хазарии было нанесено страшное, небывалое поражение Страна была опустошена Вероятно, сложившимся в стране положением воспользовались силы, связанные с военачальником Буланом Два страшных поражения, понесенные хазарами от арабов, опустошения странно и неизбежно начавшиеся бедствия народа, должны были подорвать веру простых хазар в божественную силу Кагана, их владыки и хранителя благополучия Из этого убеждения должно было явиться требование убийства Кагана, как это было в обычае тюрок В награду за сохранение жизни, Каган, возможно, согласился принять иудейскую веру и предоставить особые преимущества силам, стоявшим за Буланом Что это были за силы становится ясным из дальнейшей судьбы Хазари Кроме сохранения жизни Кагану, возможно, была обещана помощь деньгами в восстановлении войска и управления страной Косвенно высказанное предположение подтверждается упрочением власти Кагана с помощью арабов С их уходом безопасность Кагана и его власть обеспечивались военачальником Буланом и подчиненным ему войскам Возможно, что и помощь арабов Кагану в укреплении его власти была куплена теми же силами, которые поддерживали Булана Принятие Каганом иудейской веры, видимо, совершилось в глубокой тайне и оставалось неизвестным для большей части хазар Только ближайшее окружение Кагана из числа родственников и знати, также принявшее иудаизм, знало о новой тайной вере Кагана Скрытный характер веры Кагана, с одной стороны, позволял держать в трепетном повиновении хазар язычников, для которых личность Кагана была священной А с другой стороны, держать в подчинении самого Кагана, в угоду Булану и поддерживающим его сторонникам, под постоянной угрозой раскрытия народу его истинного лица и неизбежного вслед за этим устранения Конечно, и сам иудаизм, как вера избранных, презирающих всякие на верный народ, Гуев, в какой-то мере была близка мировоззрению Кагана, считающего себя божественным Тайным характером новой веры Кагана и объясняется, почему о принятии хазарами иудаизма сообщается в источниках довольно поздно К сокрытию новой веры Кагана побуждало и желание не осложнять отношений с христианской Византией, во время Льва и Савра 717-741 годов Начавшие новое преследование иудеев, с исламским халифатом и собственными поданными, христианами, мусульманами, язычниками Как бы то ни было, но с арабских войн 732-737 годов Происходят важные перемены Влияние одного из военачальников Хазар-Булана чрезвычайно возросло в ущерб власти Кагана и других князей Создавшимся новым положением в Хазарии воспользовался потомок Булана, сын его сыновей, хазарский военачальник Абадия, совершивший государственный переворот и лишивший Кагана действительной власти Как следует из письма царя Иосифа, Абадия провел в государстве ряд преобразований, или, по словам Иосифа, обновлений По его словам, Абадия Был человек праведный и справедливый, он поправил Обновил царство и укрепил веру согласно закону и правилу Он выстроил дома собрания Синагоги И дома ученых Школы И собрал множество мудрецов израильских Дал им много серебра и золота И они объяснили ему 24 книги Священного Писания, Мишну Талмуд и весь порядок молитв Принятых у, хазаров С 279 В следствии такого обновления, перестройки, Каган потерял действительную власть и был низведен до положения сакрального владыки или священного жертвенного животного С 137 Так верховный правитель Хазар Каган стал обладателем только видимой, внешней власти Действительная же власть в Хазарии стала принадлежать второму лицу в государстве, царю или мелику, меку по-арабски или мол-эху по-еврейски Царь мог не только по своему выбору назначать Кагана, но в любое время и устранять его Мощным средством удержания Кагана в повиновении было представление простых хазар о сохранении Каганом божественной силы или ослаблении ее При любом слухе об ослаблении божественной силы Каган мог быть убит по требованию народа или самим народом, или царем Веком Теперь царю Иудею принадлежало право набрасывать петлю на шею Кагана при обряде возведения его на престол и сообщать народу ответ полузадушенного Кагана о времени его царствования Каган жил в полном затворничестве в своем дворце, который в X веке располагался на одном из Волжских островов рядом с дворцом царя Кроме царя, доступ к Кагану имели еще два чиновника Раз в четыре месяца Каган показывался народу, сопровождаемый всем войском При этом все встречные должны были падать ниц И по сути народ не мог видеть Кагана Каган избирался царем из одного и того же знатного, но к X веку обедневшего, рода Каганом мог быть только иудей Принявший другую веру терял право на престол Право войны и мира, руководство на войне, взаимоотношения с зависимыми правителями, сбор даний и пошлин в суд, оказались в руках военачальника, бека Царю Иудею удалось оттеснить законного правителя, сделав из него прикрытие для своей власти над страной и народом Иудаизм, принятый правительством Хазарии, освещал сложившееся двоевластие сходством с подобным двоевластием в Иудее Однако иудаизм не стал государственной религией Он оставался верой узкого круга правящих лиц, Кагана и царя с их ближайшими родственниками, иудеев Евреев, и части ростовщическо-торгового слоя хазарского населения из числа других хазаров, тесно связанного с ними Основная часть населения Хазарии оставалась языческой, христианской или мусульманской В этом, в различии вер одной, исповедуемой верхами, и другими которых держалась большая часть народа, коренилось основное противоречие хазарского общества и оно стало впоследствии одной из главных причин быстрого Стремительного крушения хазарского Каганата Там, где правительство и народ исповедуют разные веры, государство недолговечно С Абадии идет 12 царей-иудеев в Хазарии, имена которых перечисляет царь Иосиф в своем письме Все они носят иудейские имена Утверждение нового порядка, двоевластие, в Хазарии, вероятно, произошло не без борьбы М.И. Артамонов полагает, что в начале девятого века в Хазарии вспыхнуло восстание против правительства С 324 Как долго оно продолжалось, неясно Но косвенные свидетельства указывают, что борьба была беспощадной Уцелевшая часть Хазар бежала к Уграм Скорее, восстание части Хазар против правительства началось после того, как стало явным то, что было тайным Новая вера Кагана и его окружение Как это раскрылось, неизвестно Абадии и его преемникам удалось подавить восстание народа и установить в Хазарии новый строй С этой поры ни Каган, ни цари уже не скрывают своей принадлежности к иудейской вере К этому времени произошло значительное изменение положения иудеев в мире, они стали влиятельной политической силой Им покровительствовали испанские аммияды, французские каролинги За некие услуги, оказанные им, иудеи преподнесли Карлу Великому Красное Знамя и царские знаки последних римских императоров, попавшие к ним через готов Значительная часть международной торговли оказалась в руках иудеев Под их контролем уже находилась и большая часть работорговли В житии болгарского святого 9 в Наума рассказывается о покупке торговцами иудеями в качестве рабов славянских священников Учеников Кирилла и Мефодия, латинян германцев в Великой Моравии после разгрома там Православия Эти славяне-священники были затем выкуплены послом Византии у торговцев иудеев в Венеции и отправлены в Константинополь Влиятельные международные связи видимо позволили хазарским иудеям-властителям легализировать себя в качестве открыто господствующей политической группировки Это время, конец 8 века, начало 9 века, и отмечено писателями-современниками, как момент принятия хазарами иудаизма К этой поре, вероятно, относится и перенесение столицы хазарей из прикавказского Семендера в Этиль на Волге Хотя в источниках 9 века она под этим именем еще не упоминается Впервые в древних источниках название Этиль появляется лишь в 10 веке С. 129. Ранее, начиная с девятив Столица хазар на Волге была известна под разными именами Сарашин Хазаран, Ханбалык С. 395, или Хамлык С. 130 Если принять толкование последнего названия происходящим от древнеюдейского Хамале, царь, как это понимает А. Новосельцев, то так могли назвать свою столицу в девятив Хазарские царь. Хазарские цари, принявшие иудаизм Восстание и христиане, а также купцы других народов и племен Харезанских мусульман. Каган и царь жили на острове посреди реки. Там же находились поля, виноградники и все необходимое для их жизни. Царь жил в каменном дворце. Впрочем, людям таких домов иметь не разрешалось. К девятив Византийцами по просьбе Хазар на левом берегу С. 328 Построение Саркела означало окончательную победу властей в междоусобной войне и утверждение иудаизма в их среде. Перенесение хазарской столицы в Итиль в девятив И укрепление других городов в важных узлах торговых путей означало качественно новую ступень в развитии Хазария. Из государства чисто военного, занимавшегося сбором даней с покоренных народов и племен и грабежами соседей, Хазария превратилась в государство торгово-паразитическое. Отныне важнейшей статьей дохода в государстве становится посредническая международная торговля, сбор пошлин с проезжающих госгой. Купцов Упорядочивается сбор даней Для бесперебойного их поступления в столицу власти на местах учреждают особых надсмотрщиков Тудунов С 144 При этом наметилось стремление собирать дань и ненатуральными продуктами, но в виде денег. Большая часть поступлений в казну теперь шла царю, его ближайшему окружению иудеям-торговцам. Это привело к тому, что двоевластие, еще существовавшее у Хазар в девятив. В десяти в. Сменилось властью царя. Бека. Каган был лишен всякой власти и влияния. С. 142 и превратился, как уже указывалось, в подобие некоего жертвенного животного. Торговля, имевшая столь важное значение для Хазарии, оказалась в руках преимущественно иудеев. С. 116. Иудеи-торговцы жили во всех городах Хазарии и составляли верхний слой хазарского общества и были главной опорой властей. Из письма царя Иосифа наглядно видно, как правящие крутии расценивали остальной народ. Гоев. Все, кроме знати, считались рабами царя. С. 119. Простым Хазарам предоставлялось лишь почетное право охранять иудеев-торговцев, живших в городах на окраинах государства. Охрану царя и его окружение уже несла особая стража из десяти тысяч мусульман. Как обращались с простыми хазарами, видно из ответа царицы голодающему народу, обратившемуся к ней за помощью. Она посоветовала им надеяться на милость Божию. С. После неудачного восстания против властей, значительная часть хазар, оставшихся верными старой, языческой вере, либо оказалась на окраинах страны, либо была вынуждена бежать за ее пределы и наниматься воинами к другим правителям. Так, вероятно, появились хазары-язычники в войске киевского князя Игоря. Войско же хазарей становится, по преимуществу, наемным. Помимо мусульман в нем были Русь, славяне. Видимо, в это же время из-под власти хазар выходит значительная часть ранее зависимых областей, и собственно хазария, как яствует из письма царя Иосифа, ограничивается землями между Нижней Волгой, местом наибольшего сближения Волги и Дона, левобережьем Дона и Северным Кавказом. Значительная часть приволжских и причерноморских степей к этому времени оказывается во власти Агузов и Печенегов. Власти хазарии не занимала судьба этих земель. Они были обеспокоены выколачиванием дань из покорных им народов, сбором пошлин с речных и сухопутных караванов, посреднической торговли и ростовщичеством. Такое положение не только сдерживало развитие восточноевропейских племен и народов, но приводило их к нищете и разорению. Спасение было в освобождении от хазарского ига. Важнейшее значение для народов Восточной Европы в IX-X веках. Приобретал выбор пути будущего духовного развития. Особенно остро этот вопрос стоял перед племенами восточных славян. Их языческая вера стала медленно отступать под мощным натиском новых мировых вер в Балтийское приморье и глубинные области восточноевропейской, русской равнины. Из харизмы через Волжскую Булгарию и Закавказье проникало мусульманство. Хазария, подчинившая часть восточнославянских племен, была мощным очагом распространения иудаизма и его воззрений. При Черноморье с первых веков от Рождества Христова было знакомо с православием, и оттуда постоянно исходил свет его учения. Об этом свидетельствует и путешествие апостола Андрея по Днепру к Киевским горам. Проповедническая деятельность святителя Климента Римского в конце Ай – начале II века в Корсуни. Херсонес и его окрестностях, где он был в ссылке и где умер. Святителя Иоанна Златоуста, отбывавшего ссылку в одном из городов Абхазии в Петив. Их учеников служили центрами, откуда распространялось православие по Крыму, Кавказу и всему Причерноморью. Путешествие Святого Константина Кирилла в 860-861 годах В Хазарию привело к обращению в православие значительной части Хазар. Это путешествие выражало собой стремление Византии облегчить положение христиан Хазарии и добиться восстановления архиепископства в Крыму и Тамане, ликвидированного во время гонений на христиан. С. 333. Веротерпимость хазарских властителей, о которой сообщают восточные писатели и царь Иосиф, была вынужденной добродетелью. Она объяснялась мощной поддержкой, оказываемой христианам со стороны Византии, а мусульманам со стороны халифата. Однако, когда у Хазарии было достаточно сил, особенно после открытой победы иудаизма, то там преследовались и христиане, и мусульмане, и язычники. Крещение западных славян святыми равноапостольными Константином. Кириллом, и Мефодием. 865 граммов. Создание ими славянской азбуки и перевод на славянский язык священного писания и богослужения утвердили среди славян православия, остановив распространение латинской традиции, уже имевшей в то время уклонение в ересь. Вслед за Великой Моравией и другими западными славянами православие приняла Балканская Болгария. 865 граммов. В 866-867 годах. По Никоновской летописи в 877 граммах. Русские князья Аскольд и Дир, сидевшие в Киеве, также принимают православие. Находки в киевских пещерах говорят о проникновении сюда христианства гораздо раньше времени Аскольда и Дира. Торжество язычества после их гибели не могло быть долго вечным. Русь должна была выбрать свой путь духовного развития. Этому выбору во многом способствовала деятельность князя Святослава. По мнению М.И. Артамонова с. 365, И.В. Мавродина с. 154. Освобождение полян от Хазарского ига произошло на грани 8 и 9 ВВ. Уже в 860 граммах. 200 русских кораблей, предводимые князьями Аскольдом и Диром, напали на Царьград как мощная самостоятельная сила. Вероятно, в борьбе с одним из племен, подчиненных Хазарии, погиб сын Аскольда. Гранью, и весьма существенной является объединение Новгорода и Киева, то есть. Славе и Куяве и в одно большое государство, отмечает Б.Д. Греков с. 448. Овладев Киевом в 882 году и тем самым подчинив своей власти весь путь из варяг в греки, князь Олег начинает последовательную и упорную борьбу с Хазарским Каганатом, добиваясь освобождения из-под Хазарского ига восточнославянских племен и объединения их в одном государстве. В 884 граммах. Идя Олег на северяне, опобеди северяны, и возложи им дань легку, и не даст им Казарам дань и платите. В следующем, 885 граммов. Олег подчиняет Киеву ради мечей, запрещая им платить дань Казарам. Не дайте Казарам, но мне дайте. И в Заша Ольгове по шлягу, якожей Казара Даяху. С. 20. Юго-западные дела, походы на уличей Тиверцев и Византию, отвлекли внимание Олега от Хазарии. При приемнике Олега князя Игоря Киевская Русь несколько раз сталкивалась с Хазарским каганатом. Дважды, в 913 дробь 914 ГГ. И в 943 дробь 944 ГГ. Эти крупные столкновения были из-за невозможности для Руси проходить через Хазарию в Каспийское море и далее в Закавказье. Торгово-военные суда Руси из Азовского моря подымались по Дону до Переволоки, откуда сухим путем их перетаскивали в Волгу. Первый такой поход для Руси окончился разгромом. На обратном пути они, по требованию мусульман, подверглись нападению. Второй прошел для Руси благополучно. Киевской Руси несколько раз тогда же приходилось сталкиваться с Хазарией из-за крымских владений. С. 374. Походы Руси в Каспийское море через Хазарию убедительно свидетельствуют о значительном ослаблении Хазариев десятив. Но смертельный удар Хазарскому Каганату, положивший конец его самостоятельному существованию, был нанесен князем Святославом, сыном Игоря. Книжение Святослава – это последний взмах плеча, создавшего основу Киевского государства, пишет в. Мавродин. С. 193. Князь Святослав – самый выдающийся полководец Древней Руси. Русские летописи посвящают ему, его походам удивительно возвышенные слова. В них он предстает как истинный славяно-русский витязь. Бесстрашный в бою, неутомимый в походах, искренний с врагами, верный разданному слову, простой в быту. С пяти лет князь Святослав на боевом коней, как положено князю, первым начинает бой с врагом. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых. И легко ходил в походах, как пардус, и много воевал. В походах же не возил с собой ни вазов, ни котлов, не варил мясо, но, тонко нарезав конину или зверину, или говядину, зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, подостлав подник с седлом в головах. Такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами. Хочу на вас идти. С. 244. Первые свои походы князь Святослав предпринимает к Вятичам и против Хазарии. В 964 граммах. Князь Святослав идя на Окуреку и на Волгу, и на Лизей Вятичи, и речей Вятичам. Кому дань даете? Они же реша. Казарам по шлягу отрода даем. В 965 граммах. Идя Святослав на Казары. Слышавши же Казари, изедоши противу с князем своим Каганом, и ступиша Сибитиси, и бывши Брани, одоле Святослав Казарам и Гратых и Белую Вежу взя. Иясы победи и Касовы. С. 47. Это все, что в русских летописях говорится о войне князя Святослава с Хазарским Каганатом. Под 966 граммов. Правда, говорится еще. В Вятичи победи Святослав, и дань на них взложи. Там же. Как бы ни было кратко сообщение летописи, но действительность такова, что после похода Святослава Хазария прекращает свое существование. Восточные писатели дают более подробное описание разгром Хазарии Святославом. Именно восточные источники сообщают о падении Хазарии. Наиболее раннее сообщение об этом имеется в труде Ивы Хоукаля. Не осталось в наше время почти ничего от Булгар, Буртасов и Хазар, так как напали на них русы и захватили все их области, те же, кто спася, рассеялись по соседним областям, надеясь, что русы заключат с ними договор и они смогут вернуться. Поселившись, под их властью. С. 222. Споры между учеными ведутся как о количестве походов русов, так и о месте их начала. М. И. Артамонов. С. С. А. Плетнева. С. 71. Полагают, что поход Святослава на Хазарию начался с Верхней Волги, был он один, и что князь Владимир также совершил поход на Хазар. По мнению А. Новосельцева, таких походов было 2, 1 в 965 граммах. Когда был взят Саркел, Белая Вежа, а второй, в 968 дробь 969 гг. Когда были взяты и опустошены волжские города Хазарии. При этом второй поход князя Святослава был во время пребывания его на Руси, куда он прибыл из Балканской Болгарии по зову матери, святой равноапостольной княгини Ольги. С. 226. Представляется возможным согласовать оба эти мнения, если предположить, что поход Святослава против Хазарии был один, но продолжался он два года. Странного ничего в этом нет, если иметь в виду время пребывания Святослава в Дунайской Болгарии. Это был не кратковременный поход, а длительный, с 967 граммов, по 971 грамму. Таков же был поход Святослава против Хазарии. Начался он со Средней Волги. Перезимовав у Вятича и получив их разрешение на поход Саки на Волгу, он опустошил Болгар, Хазаран, лежавший, как и Болгар, на левобережье, вышел оттуда к Северному Кавказу, опустошил Семендер, а оттуда прошел к Дану и взял Белую Вежу, откуда снова пошел на Волгу. При этом был взят Итиль, часть столицы Хазар, лежавшая на правом берегу. В летописи называется только Белая Вежа, потому что в русском понимании городом была именно только она, имевшая каменную крепость, построенную греками. Болгар, Итиль, вероятно, и Семендер таких крепостей не имели. Это были ставки правителей. Поднимаясь вверх по Волге, вероятнее всего ее правым берегом, князь подверг опустошению земли Хазар, Буртасов и Болгар, живших здесь, и выйдя Копе, обложил Данью Вятичей. Неясно, какое преимущественно войско было с князем Святославом во время этого похода, пешее, как в Балканской Болгарии, или Конное. Судя до летописному отрывку, который предшествовал по ходу Святослава на оку в 964 граммах, войско в значительной мере было конным. Только такое войско могло совершить столь длительный по протяженности переход. Это войско сначала шло по левому берегу Волги, а на обратном пути – по правому. Пешие воины плыли в лодках. Из их числа оставались в важнейших местах сторожевые отряды. Если же считать, что князь Святослав ходил на Вятичей дважды, в 964 граммах. И в 966 граммах. А в 965 граммах. На Хазарию, получается мотание из конца в конец огромной страны большого войска, что маловероятно. Как бы то ни было, но Хазарский Каганат был сокрушен Святославом. Конец Хазарии означал объединение в едином государстве, Киевской Руси большей части восточнославянских племен. Во время похода были сокрушены и зависимые от Каганата земли Булгар, Буртасов, Ясов и Касогов. Власть Хазар была сокрушена не только в центре Хазарии, но и на ее окраинах. Конец Хазарии означал свободу проезда Руси в Каспийское море, Хорезм и Закавказье. Русь открыла себе свободную дорогу на восток. Торговые связи Руси с востоком укрепились, благодаря устранению посредников Хазарии. Победа князя Святослава означала и мировоззренческую победу Руси в праве выбора особого пути своего духовного развития. Сокрушение Хазарии, верхи которой исповедовали иудаизм и поддерживали его среди подвластных и окружающих народов через распространение выгодного для их мировоззрения, порабощения, рабства, покорности и превосходства иудеев, означало сокрушение оков наиболее тяжкого угнетения духовного, которое могло погубить основы яркой, самобытной духовной жизни славян и других народов Восточной Европы. Не случайно, при выборе веры одним из основных недостатков иудеев святой равноапостольный князь Владимир считает отсутствие у них собственного государства. Поход князя Святослава, сопровождавшийся, как сообщают восточные источники, разорения мусульман и христиан, на долгое время приостановил проникновение мусульманства в Поволжье. Этому не помогло даже временное закрепление харизма в Нижнем Поволжье. Победа князя Святослава означала, что верховенство над кочевыми народами при Черноморье и при Каспии от Хазарского Кагана перешло к киевскому князю. Поэтому в последовавшем в 967 году походе Святослава на Дунайскую Болгарию участвуют на его стороне Угры и Печенеги. Именно победа над Хазарией дала возможность Святославу заявить в Переяславце на Дунай. Не случайно князь Владимир, сын Святослава называет себя Каганом. Чтобы скрепить части огромного государства Владимир первоначально пытается укрепить на Руси язычество, ведя в число киевских богов восточных, близких и понятных союзным кочевникам. Вскоре, однако, князь Владимир делает окончательный выбор, остановившись на православии. Уже в 13-е в хиевский князь Мстислав Романович говорил, «Пока я в Киеве, то от Яика и до Черного моря и до реки Дунай никому с саблей не воевать». Следовательно, значение победы Святослава понимали не только его ближайшие, но и отдаленные потомки. Сокрушение Хазарии вовсе не означало крушение заслона от кочевников на востоке Руси. Мы помним, как огромные орды гугров в девятиф наводнили южно-русские степи в 915 граммах. Печенеги приходили на Русь, когда еще была Хазария. Трудно согласиться с утверждением. Это наиболее свойственно западным ученым, что Хазария спасла Руси и Европу от арабов. Событие 837 граммов. Показали, Коков на самом деле был этот заслон. Русские летописи и былины помнят о Хазарах, о борьбе с ними, об их последующей судьбе. Хазарские воины были в составе дружин князей Игоря и Мстислава. Русские летописи вспоминают о Хазарах в Тмутаракане XI-XII веков. Но если после разгрома Хазарии и восточные и западные источники отождествляют Хазар с иудеями, то русские летописи и былины этого не делают. В русских былинах есть два образа – Хазарина и Жидовина. Первый наряду с русскими богатырями воюет против врагов Руси. Со вторым сражается Илья Муромец. В былинах и духовных песнях в народе сохранилась память о борьбе с царем Иудейским и силой Жидовскую. То есть русский народ видел разницу между простыми Хазарами и правителями Хазарского Каганата. Истинных Хазарских памятников до сих пор не обнаружено. Потомками Хазар в Крыму считают караимов – особую секту в иудаизме. Литовский князь Святофт часть их вывел из Крыма в Литву и поселил возле Вильна. Небольшая часть продолжает жить в Крыму. Киевская Русь оказалась самым могучим и последовательным врагом Иудейского Хазарского Каганата. Почти полутора столетняя освободительная война восточных славян против Хазарского Каганата была завершена походом князя Святослава. Сокрушив основные военные силы Каганата во главе с Каганом и разрушив основные опорные узлы Хазар на Средней и Нижней Волге, на Северном Кавказе и Нижнем Дону, князь Святослав лишил власти и торгово-ростовщическую верхушку Хазария основы их паразитического существования. Хазарское царство исчезло как дым сразу же после ликвидации основного условия его существования. Военного превосходства над соседями и тех экономических выгод, которые доставляло обладание важнейшими торговыми путями между Азией и Европой. Поскольку других оснований для его существования не было, оно под ударами более сильного русского государства рассыпалось на составные свои части, в дальнейшем растворившиеся в Половецком море, заключает историю Хазар крупнейший ее знаток М. Артамонов Последним взмахом славяно-русского богатырского меча князь Святослав как бы очертил границы Руси и предопределил исконные устремления славян к единству и дружбе с другими народами в борьбе с мировым злом. Его наследникам и продолжателям оставалось лишь кое-что подправить, добавить в этом чудном и небывалом замысля, чтобы во всем могуществе и великолепии изумленному миру предстала Великая Русь. Задача потомков – сохранить и приумножить силу, величие и благополучие русской державы, ее всемирное значение в устроении высоконравственного, справедливого общества, ее огромных усилий по защите Божьей правды. Анатолий Макаров. Москва, 13 февраля 1995 года. Литература. 1. Повесть временных лет. М. Л. 1950. 2. Артамонов М. И. История Хазар. Л. 1962. 3. Греков Б. Д. Киевская Русь. М. 1949. 4. Мавродинф. Древняя Русь. Л. 1946. 5. Магомедов М. Г. Образование Хазарского Каганата. М. 1983. 6. Новосельцев А. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М. 1997. 7. Плетневос А. Хазары. М. 1986. 8. Сахарафан. Дипломатия Святослава. М. 1982. 182. Тираж 15 тысячек. Международный фонд славянской письменности и культуры. 113035 Москва, Черниговский переулок. 9. Дрог 13. Строение 2. 3. Если вы хотите, чтобы канал развивался и рождались новые познавательные аудиокниги, вы можете пожертвовать любую сумму на дальнейшее развитие канала. Познавательные аудиокниги с иллюстрациями. И обязательно подпишитесь на канал. Сбербанк. Карта Мир. 2202-2003-5961-7568. Яндекс.Деньги. 410011-8099-76-789. Вы можете приобрести недорого эту аудиокнигу в формате MP3, а также заказать любые другие аудиокниги, оставив заявку в контактах моего канала или посетив мою группу ВКонтакте. Все ссылки даны в описании этой аудиокниги и в шапке канала. Продолжение следует...